Интересуясь ценой в антикварных магазинах или на барахолках, от продавца можно получить встречный вопрос. Для себя покупаете? Или на подарок? Что за идиотский вопрос? Какая разница? Продавцу для каких целей мне предмет? И если попросить объяснение такого странного вопроса, то можно услышать отговорку, что, мол, если в хорошие руки и коллекционер, то, как коллекционер коллекционеру, из солидарности продам дешевле. Странный маркетинг. То есть, если я покупаю бутылку вина и скажу продавцу, что выпью ее сам, то могу рассчитывать на максимальную скидку. А если вдруг заявлю, что выпью бутылку с другом, то скидок не будет. А если я запланирую и поставлю в известность продавца, что поставлю бутылку в шкаф и буду на нее только смотреть, то могу рассчитывать на безграничную щедрость продавца. Коллекционер это что? Такой универсальный антикварно-барахольный промокод? Не все так просто. Этот вопрос – зондирующий психологический трюк. С его помощью продавец определяет, являетесь ли вы потенциальным покупателем. Или же пытаетесь понять продажную цену своего предмета. И если продавец увидел, как вы обратили внимание на предмет, то он безошибочно определит вашу покупательскую возможность. Дело в том, что коллекционер, прежде чем поинтересоваться ценой, осмотрит предмет со всех сторон несколько раз и лишь затем спросит цену. Обыватель, собственник антиквариата, не понимает ценности предметов и ориентируется исключительно внешним сходством своего и продаваемого антиквариата. И если продавец убедился, что перед ним реальный покупатель, цена будет озвучена одна. А в случае, если продавец поймет, что вы хотите продать подобный предмет, продажная цена будет значительно ниже. Я Алексей Виткалов. На этом канале рассказываю о манерах антикварного маркетинга и повадках обитателей антикварного ареала. Ролики снимаю в отеле Бристоль-Краснодар, отеле с антикварным интерьером и хозяйкой добродушным далматином Бри, встречающим гостей у входа в отель. А если бронировать номер по телефону, указанному в описании к ролику, то можно получить дополнительную скидку в размере 10% на любую категорию номеров. Добро пожаловать в отель Бристоль-Краснодар, промокод антикварный ареал. Довольно часто в продаже встречаются антикварные барометры. Как правило, продавцы затрудняются с ответом об исправности этих приборов и не знают, как проверить работоспособность барометров. Я познакомлю вас с тремя простыми и беззатратными способами проверки барометров в полевых условиях барахолки. А в конце ролика покажу вам конструктивные особенности этого шедевра инженерной мысли. Барометр реагирует на изменение атмосферного давления, поэтому для того, чтобы заставить стрелку прибора сдвинуться по шкале, необходимо изменить внешнее давление. Из школьной физики вспоминаем, что атмосферное давление изменяется при изменении высоты, поэтому для изменения атмосферного давления я поднимусь на последний этаж ближайшей 16-этажной высотки. Выставляем коррекционную стрелочку и пойдем смотреть, что будет происходить со стрелкой нашего барометра. Этот эксперимент показал, что при изменении высоты изменяется и положение стрелки барометра. Наверняка вам видно, изменение незначительное, но оно присутствует. Для следующего способа проверки барометра потребуется плотный полиэтиленовый пакет. Мы засовываем барометр в пакет, вдуваем туда немного воздуха, закрываем пакет и теперь, надавливая на пакет, искусственно изменяем давление воздуха внутри пакета. и таким образом заставляем механизм барометра функционировать. Третий способ проверки барометров самый простой. Большинство из вас передвигаются на автомобиле, а для проведения проверки понадобится рабочая печка, либо кондиционер автомобиля. Достаточно подержать 1-2 минуты барометр в потоке теплого, либо холодного воздуха и стрелка прибора сдвигается с места. Продемонстрированные способы проверки работоспособности барометров позволяют убедиться в целостности жестяной капсулы с вакуумом. Главной детали барометра при изменении внешнего давления воздуха корпус капсулы сжимается или расширяется, и это незначительное изменение объема капсулы сложным передаточным механизмом усиливается в 10 раз и сдвигает стрелку прибора по шкале. Этот барометр я приобрел на барахолке за полторы тысячи рублей и сразу же отправился к своему другу Петровичу для его наладки и ремонта. Пластик, что ли? Летонное стекло. Звук его пластика. Странно, конечно. Ну, подожди. Что-то мне обоевать все. Глупо посмотреть, если царакам. Ты понимаешь, что? Пластика. Видишь, там вот какая кривизна. Ну, кто-то, видимо, разбили стекло. Оно же было фасетное здесь. А, кто-то вставил. И вырезали криво косо. Вот я, пожалуйста, там дырок целые. Все понятно. Поэтому и пыль сюда могла пролезать. Все понятно. А что не так? Она, вон, вижу, цепляется возле. Нет, есть. Жопа цепляется. А, да-да-да-да. Стирать будешь. Ну, запикаем. Это кто-то вопрос задавал по поводу барометра. Да я, что я говорю, купил барометр. Вот, вот этот. Вот, который ты крутишь в роще. Только-только эфир закончился, повернулся, барометр лежит русский. Вот, 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 вот. Так. Вот, а ты говоришь, мертвяк. Уже, значит, фиксируется. Не хочет дальше крутиться. Цепляется она где-то, Петрович. По всей вероятности. Значит, в нормальном состоянии у нас стрелка должна стоять на 760. Потому что считается это нормальная атмосфера. Сейчас какое атмосферное давление? 759. Сейчас. 759. Вот сегодня, да? Сегодня. Ставим на 759. Ставим на 759. Ну, да, вот так. Регулировочным винтом. Правильно? Да, нет. Сначала нужно сделать вот эту тягу, сделать, чтобы она была не этот. Вот, вот, видишь, вот она, видишь? Вот эту кривость убрать. Как мы ее уберем? Сейчас беру, значит, жесткий пинцет. Чтобы не разбирать. Лупу, да, пока, чтобы не разбирать. Видишь? Хитроем. А у тебя возьмет такое увеличение? Вот эту велосипедную цепочку показать? Я показываю уже. Давай. Только положи, чтобы свет падал. Сейчас. Вот. С этой, видишь, он здесь заклепан дальше чуть-чуть. А здесь идет. Вот она велосипедная цепочка. Под ней, что ли? Ну, нет, ну, оно же должно накручиваться. А, то есть, все увидел. Микроцепочка велосипедная. Микроцепочка, да. Ну, правильно, потому что оно... А там шестеренка, да? Да. О, я думал, изгибается эта пружина. Нет, там цепочка прям варя. Нет, она вау. Там вау. Ничего себе. Ну, да. Так, и вот, смотри, так. Тичь. Ага. Ну-ка, шинь. Тичь. Че там нету, Петрович? Винтом подтяни его. Винтом подтяни будет ход. Думаешь? Конечно. В другую сторону. Еще тяни. И все. Ух ты. Чтобы уехать куда? В дождь или в сушь? Значит, что? Значит, мы можем снять стрелку. Так? Зачем нам ее снимать, если мы можем открутить на один оборот назад? И будет запас. А, что? Петрович, не надо там ничего снимать. Вот ты еб... Ну, как же? Давай, давай, крути обратно ее теперь. Обратно так же крутим. Вот запас. Сколько там? Хватит запаса? Вот, стоп. Стоп. Дальше она не повернется так. Ну, так, видишь, конечно же, не повернется. Так не надо ее дальше крутить. Уже все. Вот запас закончился. Она дальше бури не пойдет. Вот она вот в этом режиме работает. Ну, да, да, да. Все будет работать. Так, по идее, должно работать. Видишь? Ага. Я вижу, что стрелка шевелится. Что ты делаешь, не совсем понимаю, Петрович. Ну, так я... Подожди. Сейчас нету такого, что за что-то цепляется. А, то, что цепляется, да, не слышно вообще. Она крутится замечательно. Тыч, 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 тыч. Это знаешь, это ж вот это, оно здесь цеплялось за этот, за борт. Так, может, тогда вот эта вся поломка. Потому что, смотри, вот сейчас элементарно идет эта передача. Здесь целая. Бывают такие варианты, что находишь какую-то дохлую муху в механизме, и он начинает работать. Узнаешь, что мы тут промызлили? Что у нас вверх... Где у нас был вверх? Я не знаю. Есть разница там. Да, конечно. Они же на глаз дырки свернули. Там же, видишь, корпус, надо вытащить внутренность, корпус, закрасить щелаком, чтобы дырок не было видно. Черный, я думаю. А, косметику? Ну, да, ну, черный. Понял, сначала нужно, чтобы механизм заработал. Ну, да, если не заработает, понятно, что. Сувенирка так и останется. А если заработает, тогда влаг запущу его в черный. Чтобы дырки забить, и будет красивая вещь. Ну, и стекло тогда придется заморочиться, а так и заморачиваться не хочется. Чё? Так он беспонтовый, печально выглядит. Ну, да. Уже подуставший. Ну, слушай, тут краска. Угу. Ну, залить смолой. Смыть. А? Смыть, залить смолой, шпаклевкой и покрасить в черный. И все, чтобы не заморачиваться с цветом. Звучит. Да? Звучит, да. Ну, мне больше нравятся деревяшечки. Ну, здесь, видишь, оно будет в дырках, все. Ну, да. Как ни крути, а вот эти дырки ты под цвет не подберешь. Ну. Их будет видно точками. Угу. Понимаешь, о чем я? Я понимаю. Поэтому только в черном. Мне тоже цвет дерева нравится. Что? Могу. Каким образом, расскажи мне? Размешать коричневый цвет сепоксидки? Вот не, здесь простая, смотри. Вот это черначные. Это вот. Опилки? Видишь, это чуть желтоватый. Я вижу по цвету, да. Это кисовый. Сейчас, Илья. Боже, пожалуйста. Что тут какая-то фактура красивая, я не уверен. Хотя что-то вон, вам даже под краской видно. Ну да, кто-то подкрашивает. Ну, видишь. Не, ну почему? Ну, ну, вот все в кого-то. Это береза. Это береза. Вот здесь красивые такие слои получаются. Ой, ой, да. Да, видишь, да? Ну, вот ты согласен со мной? Ладно. Да. Механизм барометра отлажен, а корпус изменил цвет на черный глянец. Осталось отполировать латунные детали и заменить пластик на хрустальное стекло с фацетом. В комментарии возмущенная зрительница написала, что это за бизнес такой пошел на барахолку, купил за тысячу, пришел домой, помыл и продал уже за пять. Дабы развеять иллюзии по поводу помывки, на примере этого барометра раскрою вам экономику реставрации. Сам барометр – полторы тысячи. Покраска корпуса – четыре тысячи. Стекло с фацетом – две тысячи. Полировка деталей, включая мелкие винты – две тысячи. Итого девять с половиной тысяч рублей. Этот барометр имел только коллекционную ценность, так как изготовлен в мастерской Кузнецова, ставшей впоследствии первой тульской оружейной фабрикой. Добавляется прикладная ценность. Этим барометром можно успешно измерять атмосферное давление. Также добавляется интерьерная ценность. Подобный барометр украсит и придаст шарма любому помещению. Добавляется подарочная ценность. Барометр может стать чудесным подарком человеку любого уровня достатка. Стоимость барометра после реставрации составит от 15 до 18 тысяч рублей. Очень часто стоимость реставрации значительно превышает стоимость предмета. В следующем ролике я покажу вам следы негодяя-реставратора, который навсегда убил максимальную коллекционную ценность этой катаны. Подпишитесь, чтобы не пропустить новый ролик о жизни антикварного ареала и его обитателей. Продолжение следует... Продолжение следует...